да ладно уже так и зубку так вот я немножко воду непонятно подождем всем привет как слышно и как видно давайте немножко еще подождем 16 19 так 19 человек до 20 к сожалению не вижу ваши комментарии потому что кричать пока так ну ладно давайте в принципе начнем меня зовут илья канал регион 159 кто не знает касательно трясет это иван канал иван перьм сейчас мы возвращаемся из города оса и сегодня было рассмотрение дело об мистеративном правонарушении в отношении павла на чем канале вы сейчас данную трансляцию смотрите как видно из названия канала как видно из названия канала трудно понять что сегодня было вынесено решение и полу назначили административный арест пока не буду говорить сколько суток об этом конечно скажу немножко позже буквально вкратце хочу сказать о том что как сегодня проходило рассмотрение дело значит все хататайство и заявленные отводы остались без внимания без рассмотрения ну и соответственно без удовлетворения связи с этим мной и павлом были заявлены отводы судье кривоносов которые также оставались без внимания скажем так проще говоря плюс к этому судья кривоносов скажем стал пугать применением статьи 17 3 но не знает это неисполнение законного требования председатель существующего это часть 1 часть 2 это судебного пристава санкции точно такие же как по статье 19 3 один в один в итоге заставил пристава составить на павла материал по статье по части 1 статьи 17 3 который также предусматривает наказание в виде до 500-1000 рублей или до 15 суток ареста рассмотрение данного материала будет 20 6 до 24 24 26 числа этого месяца теперь переходим самому главному павел не сможет присутствовать на данном судебном заседании скорее всего потому что ему назначено 10 судок ареста решение решение постановление судьи на четырех листах я думаю что павел когда сможет сам он более детально скажет так разложит это постановление расскажет о том по каким основаниям оно вынесено единственная конечно не познакомился могу сказать там собрано в кучу все это как знаете видикет какой-то туда и ссылки с гражданского права туда ссылки из того что но имеется ввиду статья 152 часть 1 изображение гражданина то есть он умудрился в это решение запихнуть то что сотрудник полиции его изображение охраняется законом так и все у нас и вот он сумел туда тоже это впихнуть в это постановление также то что якобы павлом размещены видео материалы данном канале хотя судом это не установлено плюс к этому еще согласовали какие-то нужно было оказываться получать ну я говорю там столько всего что тут надо иметь холодную голову да время для того что все это спокойно изложить сейчас мы на эмоциях потому что ну честно говоря мы такого не ожидали на им было написано заявление на судью по статье 286 285 286 заявление было написано Иваном заявление написано Павлом и также следить с меня еще объяснение в рамках этих заявлений то есть по сути эти материалы должны заявления должны быть перед на следственный комитет потому что очень были грубо нарушены права и законные интересы Павла как лица привлекаемого к административной ответственности а также старые защиты но в частности меня потому что я тоже был лишен такого права заявлять ходатайство отводы то есть я не мог в полной мере осуществлять защиту своего доверителя значит Павлу назначили 10 суток ареста мной написано сегодня жалоба была жалоба будет рассматриваться в короткие сроки потому что Павел находится сейчас у него административный арест согласно кодекса не буду врать не буду точно там в течение 3-5 дней будет рассмотрение жалобы рассмотрение жалобы будет проходить в Пермском краевом суде то есть это уже не в городе Осад я не знаю будет ли Павел присутствовать привезут его туда или не привезут возможно это будет по видеоконферент связи отбывать 10 суток Павел будет опять забыл я город село Елова село Елова то есть это в 50 километрах от города Осад там он проведет буквально то есть по крайней мере ближайшие дни до обжалования обжалования думаю будет скорее всего рассмотрение в понедельник или вторник вот вкратце все мы конечно ожидали скажем так обвинительного решения потому что все прекрасно понимают что стоит на кону с одной стороны простой человек который пользуется своими правами даже находясь в отделе ГИБДД с другой стороны это почти весь отдел ГИБДД Осинский во главе с Аспиридом я его называю Аспирин Асинский Аспирин Асинский Аспирин да не знаю что еще если есть какие то вопросы давай от них ответьте может быть Иван что хочет давай ну что я хочу сказать как слушатель мои права как слушателя тоже были нарушены кстати да поскольку я как слушатель хотел заявить ходатайство и имею такое право поскольку есть постановление пленума номер 35 12-го года что любой слушатель имеет право судья в резкой форме меня остановил более того он мне угрожал что если я буду дальше заявлять он выведет меня из зала суда с помощью судебного пристава так что и мои права как слушателя были нарушены данным судьей я считаю что Асинский судья Кривоносов сделал из правосудия кривосудие вот так вот я считаю да ну вот я могу добавить то что касается Ивана ну для большинства это не секрет лица которые не являются участниками процесса а присутствуют в качестве служителей они тоже имеют право обращаться к суду это следует из пунктов 14-го постановления первого суда номер 35 об открытии и классности ну и там дальше продолжение пункт 15-й то есть любой человек являясь слушателем имеет право в стадии и обратиться к суду с заявлением о проведении фото и видеосъемки или онлайн трансляции данное заявление должно быть отражено в протоколе судебного заседания и данный вопрос встает на обсуждение сторон скажем так участников процесса учитывая что Иван встал сделал такое обращение я считаю что в группой форме было отказано но у нас видео во первых мы видели опять же видеозапись конечно она слегка ограничена потому что судья не захотел уже в предыдущем заседании чтобы мы и видеозапись он поставил камеру таким образом мест точнее указал ну что этот вот ракурс направление оно конечно не захватывало ни судью ни секретаря ну по крайней мере голос вы его услышите по крайней мере лицо так мы снова я так понимаю недолго вылетали мы сейчас по трассе едем поэтому связь дорога вот такая вот напишите комментарии идет трансляция или нет если нет тогда мы заканчиваем потому что есть что есть что есть комментарии пишут так я вижу сейчас 69 человек я просто прошу прошу написать вкратце если есть комментарий какой-то комментарии были против 66 человек идет да плюс все спасибо ну то есть на чем я остановился на том что Ивану было заявлено сделало заявление о проведении фото-видеосъемки его в грубой форме это запрещали вообще высказываться типа кто вы такой вы слушатель вы вообще тут не имеете грубо говоря никаких прав Иван продолжал настойчиво делать данное заявление после этого судья я позвал пристава и опросил его вывезти вот ну не знаю я может правильно неправильно сделал то есть я обмешался и опросил судью как бы все-таки не уводить Ивана потому что не хотел что он просидел в коридоре все это время и дай бог еще материал бы на него хоть составили вот ну судья успокоился и пристав успокоился после этого судья было озвучено положение постановление пленного Плену Верховного Суда номер 35 вы просто вдумайтесь я не юрист по образованию я простой человек я судье рассказываю положение постановление плену Верховного Суда он он не мог конечно меня заткнуть потому что я как бы участник процесса я кстати вот наряд ДПС стоит сейчас нас может остановить он он не мог конечно никак препятствовать мне и соответственно я смог сюда донести эту позицию что у человека есть такое право после этого судья как бы все это дело как будто проглотил вот и уже никаких претензий не высказывал и сказал что можно снимать там ну тоже с определенного места с определенного угла я это к чему веду это просто говорит о компетентности данного судья это просто я честно я такого не встречал он ему заявляешь хататайство ну или там отвод ему заявляешь или да отвод отвод он говорит а я ранее отвод уже рассматривал вы понимаете то есть предположим что то вы услышали или узнали либо действия судей какое-то поведение действия которое побудило вас заявить ему отвод и он ссылает ладно все восстановились не знаю восстановилась восстановилась мы в эфире вот пошло появились нет пропали пропали появились или нет да появились продолжаем ну так вот по мнению судьи они уже были заявлены какие-то отводы и хататайство то к ним повторно уже нельзя вернуться я хочу сказать что это ну это умышленное заблуждение судья умышленно сводил ну заблуждение не дав нам право реализовать наши возможности а именно по заявлению отводов и хататайства короче я говорю там было столько всего мы где Павла осудили на 10 суток административного места еще раз повторю что мы такое решение приполагали мы конечно думали что судья назначат штраф потому что ну явно заинтересованность и суда и стройников полиции осаи это маленький город там сколько всего поуму Павел мне сказал 20 20 20 тысяч населения вот соответственно там все друга знают тем более такие фигуры такие шишки как начальник отдела гиппдд как судьи как начальник ОМВД предположим местного вот прокуроры понятно какое будет решение потому что повторю на году стояла репутация целого отдела кстати он был вот так и указал в своем решении что Павел постановлением что Павел данными видеороликами так сказать наносит вред репутационный гиппдд так я могу сказать что судья кривопузов криво жопов так вот кривоносов как кривоносов извините неправильно вот судья кривоносов нанес такой ущерб репутации не только гиппдд про гиппдд вообще можно забыть в данной ситуации а репутация судебной системы которая и так уже ниже дна пробита понимаете это репутация и это доверие в лице простых людей сегодня он еще раз это подтвердил он это просто закрепил сегодня своим решением своим поведением своей манерой общения с с с с с с с с с я мы постоянно периодически за пропадение давайте я буду заканчивать просто хотелось понять сейчас связь восстановилась буквально еще на 2-3 минуты не подожди вот сейчас мы на горочку заедем там наверно точно вот это вот связь восстановилась нет дайте знак плюсики поставьте плюсики если есть связь да восстановилась все так вот